Всем привет ребята, с вами Джофф и это новые ответы разработчиков. Передача, которая вам рассказывает о последних новостях в World of Tanks и последних ответах наших любимых разрабов. Итак, поехали. И первая новость она о том, что скоро ребята, кустодроты, кустосиделы, ПТСАУ и просто любители на тяжах постоять в кустах не смогут видеть так же хорошо, как раньше. Цитируем разработчика Шторма. Хотим сделать нерв видимости на 20-25% из-за куста. Что это значит? На самом деле это очень важное изменение, которое с одной стороны никак не повлияет на маскировку с помощью кустов, но с другой стороны позволит кустосидельцам не так хорошо видеть своих противников вдалеке. Пока что трудно сказать, какое вообще влияние все это окажет на баланс и бои, но вполне возможно, что задумка и сама идея вполне себе неплохая, возможно только нужно поиграться с процентами нерфа этой самой видимости. Следующая, ребята, ломающая и немножечко слоупочная новость состоит в том, что Шерман Фьюри по бронированию действительно историчный. И скоро при переводе в HD качество с таким же бронированием получится и обычный Шерман. То есть все то, что я вам рассказывал в своем обзоре про бронирование Фьюри, оно будет и у обычного Шермана. То есть эти танки станут равнозначными. Так что, ребята, если учитывать грядущий нерв Шермана в будущем, Фьюри уже не кажется такой уж и плохой покупкой. Подумайте. У Шторма спросили, дядя Миша, надо глобально что-то делать с обзором. Очень щедро уж вы насыпаете обзор многим танкам на 400 плюс метров. Те же ЛТ-8 оказались просто не нужны в топовых боях. Ведь и без них многие тяжелые и средние танки прекрасно сами себе светят. Шторм ответил, есть идеи с уменьшением общего обзора у всех, кроме ЛТ. Эта, ребята, идея когда-то давным-давно Михаилом Живцом высказывалась. И в принципе, возможно, она достаточно неплоха. Потому что действительно, те ЛТ-8 топовые, которые сейчас введены, они практически не используются как ЛТ. Они чаще всего используются как саппорт или какой-то полу-кустовой свет. В динамичном подсвете они чаще всего проигрывают любым СТ-10. По поводу Бульдога спрашивают игроки. Еще до перевода модельки Бульдога в HD у него были необрезанные выхлопные трубы, которые уменьшали углы наводки с левой и правой задней крайней части корпуса, соответственно, до минус 5 градусов. Сейчас выхлопных труб там нету, а углы наводки остались старые, неправильные. Шторм ответил, Бульдога в патче 9.4 поправим, и УВН у него будут правильные. У разработчиков спрашивают, мы были оповещены, что в патче 0.9.4 и будущих патчах появится ИБЗ, индивидуальные боевые задачи, или будут переработаны бои в укрепрайонах. Можете ли вы прояснить ситуацию по данным вопросам? Разработчики отвечают, в патче 9.4 будут осады, новый режим, так же, как и индивидуальные боевые задачи, первые в своем роде. Мы ожидаем введения женского экипажа через эти миссии. А вот это, ребята, очень интересный вопрос. У разработчиков спрашивают, вы выпускаете патч за патчем, но ничего конкретного не меняете в геймплее. Будут ли какие-то глобальные изменения в будущем? Разработчики отвечают, у нас в наличии очень много контента, который появится в будущих патчах, но на данный момент мы можем рассказать следующее. В первую очередь мы планируем переработать и добавить нехватающие исторические бои, уже кардинально новые. Вдобавок мы работаем над ПВЕ режимом. Игроки с помощью битв против ботов получат новый опыт игры. Игры против машины, а не против реальных игроков. И много фана. Мы не можем рассказать подробно, но мы также планируем полностью переработать киберспорт. Есть ли планы по введению новых казуальных режимов, таких как Карл, Футбол или Танковые гонки? Мы получили достаточно много положительных отзывов, но нам нужно еще очень много проанализировать, на чем мы, собственно, и сосредоточены. Также мы работаем над новым контентом. Такой вот, ребята, довольно туманный ответ от разработчиков, но я думаю, что в скором времени какие-то новые фан-режимы появятся, потому что опыт, как вы видите, явно положительный, и всем игрокам Танковые гонки или Танковый футбол весьма понравился. Разработчикам пишут, мы хотели бы узнать побольше про продвижение работы по HD-моделям и о новом игровом движке, который так страстно рекламировался в начале 2014 года. Разработчики отвечают, то, что мы сейчас разрабатываем, это не новый игровой движок, а лишь добавление визуальных эффектов. Много людей задействовано и над переделкой всех танков в HD. Мы планируем завершить этот процесс к концу 2015 года. Также, ребята, стало известно, что некоторые разработчики начали изучать физику движения танков, в частности, элементы подвески гусениц танков с целью улучшения их визуальных эффектов при использовании Хавака. Серб в ответ на заявление о качестве видеороликов War Thunder сообщил, «Они делают хорошие ролики, но мы делаем лучшие игры». Ну, в принципе, тут ничего не скажешь. Так и есть. Как стало известно, Хавак не будет выглядеть так, как на видео с ИС-4, где всё дополнительное оборудование на танке тряслось и раскачивалось. Когда он будет выпущен, это будет конечная цель, но различные обвесы, сбиваемые из танка, и другие объёмные повреждения, что бы это ни было, будет реализовано постепенно позже, когда разработчики посчитают, что движок оптимизирован уже достаточно. Также игроки заметили, что звуки выстрелов снарядов больших калибров 152-170 мм в тесте 0.9.4 похожи на комбинацию из трёх последовательных звуков. Шторм подтвердил данное наблюдение, что это уловка, сделанная в фильмах, чтобы улучшить силу звучания. Если вы хотите знать, ребята, моё мнение, мне лично вот такие вот новые звуки больших бабах в патче 9.4 не особо нравятся. Но, возможно, разработчики будут экспериментировать с переходом на новый звуковой движок WWIS. Внешний вид танка И-7 больше изменяться не будет. Знаменитый и всем известный фонтан в Сталинграде с играющими детьми не будет присутствовать на одноименной карте, поскольку это не соответствовало сегменту города, который был смоделирован. Разработчики всё ещё работают над опытом за танкование бронёй. Пока что этого нововведения ожидать не стоит. Что касается программы вербовка, разработчики сообщили, что она не будет использоваться для тренировки твинков из-за некоторых ограничений. Плюс-минус один уровень боёв не будет такого. Шторм сообщил, что он знает об ошибке... Шторм сообщил... А, похуй на это. В патче 0.9.6 или 0.9.7 World of Tanks перейдёт на новую версию движка Big World. Шторм заявляет, что это привнесёт небольшое повышение производительности для игры в целом. Вот такие вот, ребята, у нас новости на сегодня и такие вот у нас ответы разработчиков. Жмите лайк, если вам понравился выпуск и, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые. На этом у меня всё. Всем спасибо, всем пока. Интересных вам боёв и удачных нагибов. Чао, какао. Редактор субтитров А.Сёмкин